Восемь признаков того, что ваше тело просит о помощи. Наше тело – идеальный механизм, в котором множество вещей происходит одновременно. Иногда оно подкидывает нам знаки, взывая о помощи. Их игнорирование может привести к проблемам со здоровьем. Вот некоторые предупреждающие сигналы, которые стоит отслеживать. Обратите внимание на признак номер два. Если вы заметили его у себя, следует немедленно обратиться к врачу. С помощью этих признаков организм сообщает о недостатке магния и калия. Чтобы пополнить эти жизненно важные элементы, включите в свой ежедневный рацион помидоры, апельсины, бананы и шпинат. Если вы испытываете тревогу или стресс перед важным событием, у вас могут возникнуть проблемы с засыпанием и сном. Попробуйте этот способ, чтобы успокоить нервы и хорошенько отдохнуть. Это называется метод 4-7-8. Вот что вам нужно сделать. Первое. Спокойно вдохните через нос в течение 4 секунд. Второе. Задержите дыхание на 7 секунд. Третье. Медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд. Да, все и правда просто. Звучит странно, но работает. 7. Сухая кожа. Сухость кожи может говорить о недостатке витамина Е. Чтобы восполнить его, ешьте больше овощей, масла, орехов и рыбы. Основа ухода за сухой кожей – увлажнение и питание. Не используйте мыло, скрабы или отшелушивающие маски, особенно на основе глины. Используйте кремы с жирной основой. Нанесите любой густой крем на кожу за 1-2 часа до сна и с помощью ткани вытрите излишки крема перед сном. Принимайте душ не более 1 раза в день. Используйте увлажнитель воздуха. Лучше, чтобы дома было относительно прохладно. 6. Тяга к сладкому. Внезапное желание съесть что-то сладкое может быть признаком стресса, депрессии или истощения. Ваше тело просит глюкозы. Не отказывайте ему. Чтобы не набирать вес, лучше выбрать темный шоколад или мед. 5. Тяга к поеданию льда. Желание перекусить льдом может свидетельствовать об анемии. Недостатки железа в организме. Лучшие источники железа – говядина и яйца. Однако при тяге к поеданию льда и недостатке энергии лучше все же проконсультироваться с врачом. 4. Кровоточащие десны. Внезапное или постоянное кровотечение десен при чистке зубов – явный признак недостатка витамина С. Включите в свой рацион следующие продукты. Цитрусовые, шпинат, зеленый и красный перец, помидоры, белокочанную и цветную капусту, брокколи. 3. Хрупкие ногти и волосы. Ваше тело сообщает, что ему не хватает витамина В. Пейте больше молока, ешьте водоросли нори и грибы. Также вы можете попробовать сделать полезный напиток. Вам понадобится авокадо, банан, апельсин, травы и лимон. Авокадо – очень питательный фрукт, который точно стоит вести в ежедневный рацион. Можете добавить немного витаминов и сделать из него вкусный напиток. Очистите апельсин и банан от кожуры. Разомните авокадо и смешайте все в блендере. Добавьте немного трав, стакан воды и сок половины лимона. 2. Кольца вокруг зрачков. Такие кольца могут появляться у людей старше 50 лет. И это нормально. Однако у тех, кто значительно моложе, такое проявление может быть признаком высокого уровня холестерина. Проконсультируйтесь с врачом по этому поводу. 1. Греческая стопа. Греческая стопа или синдром Мортона – это удлиненный второй палец на ноге. Он может быть причиной возникновения мозолей или дискомфорта на передней части стопы у основания второго пальца. Этот синдром также может доставить проблемы при выборе обуви. Вам придется искать определенные модели, чтобы ноге было комфортно. Мы надеемся, что это видео было вам полезно. Если да, нажмите кнопку «Нравится», делитесь им с другими и подписывайтесь на канал Адми, чтобы оставаться на яркой стороне. Субтитры создавал DimaTorzok